МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальше научитесь управлять своими эмоциями и всё переводить в позитив. Мы с вами должны строить свою судьбу, определять направление, создать своё будущее. Всё, что с нами может случиться и случается, это последствия наших мыслей, слов, действий. Когда вы чётко знаете, чего вы хотите, когда у вас есть желание и цель, это и есть план по построению своих действий. Ставьте перед собой цели, контролируйте свои мысли и постоянно двигайтесь. То есть именно это вас приведёт к успеху. Многие бизнес-тренеры говорят о том, что не нужно ставить большие цели, потому что если ты её не достигнешь, у тебя будет разочарование. Это ошибка. Ты должен ставить большую цель, глобальную, как съесть слона. Ответ простой. По кусочкам. Любая большая глобальная цель может быть разделена на части. И когда ты составляешь план, когда ты двигаешься, и пошаговая инструкция твоих действий приведёт тебя к твоей цели, ну, цель должна быть большая. Если у тебя маленькая цель, когда ты её достигаешь, у тебя наступает опустошение. Должна быть очень сильная мотивация, чтобы достичь успеха. Когда у тебя есть большая цель, при достижении промежуточного у тебя остаётся цель. И ты двигаешься дальше. Но когда ты двигаешься к своей цели, твой план может и поменяться, потому что меняется твоё мировоззрение, меняется твой кругозор. У тебя может появиться и другая цель, более яркая, более обширная, может быть, даже и более глобальная. Более того, когда ты работаешь с командой, как правило, глобальные цели объединяют людей. А если люди объединены, соответственно, получается эффект синергии. В команде легче достигать цели. Не мельчите. Цель должна быть большая. Цель должна быть глобальная. Она должна захватывать не только тебя, но и твоё украшение, твою команду. Чтобы творить истории, нужно ставить перед собой глобальные цели. Когда у тебя есть цель, у тебя есть смысл жизни. У тебя есть направление двигаться. У тебя есть энергия и у тебя есть мощная мотивация, которая заставляет тебя двигаться, расти, развиваться и, естественно, богатеть. Шекспир сказал, в любом деле, чтобы добиться успеха, нужна некоторая доля безумия. За всю историю человечества все гении или большие бизнесмены, великие люди, они все немножко безумны. Потому что они одержимы своими идеями, они одержимы своим делом, они идут в одном направлении и думают только о своём любимом деле. Сейчас в нашем обществе таких людей, которые очень увлечены своим делом, называют ненормальными. Но обратите внимание, что именно эти ненормальные делают историю. Именно ненормальные, в хорошем смысле слова люди, достигают успеха. Самого большого успеха достигают те люди, которые мыслят не так, как все. Мышление которых нестандартно. Вспомните Томаса Эдисона, вспомните Генри Форда. Именно эти люди творят историю. Они мыслят другими категориями, не такими, как средний человек. Они мыслят шире и более глобально. Именно поэтому они достигают успеха. Нормальные – это такое, как все. А такое, как все – это 90% людей, которые каждый день ходят на работу. Будьте не такими, как все. Это очень хорошая черта, и именно она приведёт вас к успеху.